Детский сад Раньше мы возили детей в город, в другие районы города Гомеля, а сейчас вышел из подъезда и ты уже практически в детском саду. В детском саду созданы все условия для всестороннего развития каждого ребенка. Есть музыкальный спортивный зал, медицинский блок, оборудована прекрасная прачечная, пищеблок оборудован как технологическим оборудованием, так и производственным инвентарем. Во время празднования Дня независимости на площади Победы в Гомеле открыли памятный знак братьям Евгению, Александру и Петру Лизюковым. Это действительно уникальная семья. Во время Великой Отечественной семьи, где звание Героя Советского Союза получили по два человека, было всего 12. Идея увековечить память о земляках родилась давно, однако долгое время дело ограничивалось по рельефам на улице, которая носит их имя. В 2015-м соответствующий заказ получил известный гомельский скульптор Валерий Кондратенко. Это уникальное явление, что в одной семье два героя Советского Союза и третий был представлен к этому званию. А по каким причинам он не получил это, это абсолютно не важно. Для Гомеля это очень важные люди, важные образы и персонажи. Вот я их постарался предать. Если в Гомеле отдавали дань памяти братьям-героям, то в Житковичах вспоминали своих земляков, погибших в Афганистане. На Аллее Славы 14 мемориальных досок с именами и фотографиями ребят, не вернувшихся с той войны. Сегодня им было бы по 50 лет, и они могли бы стать реальными участниками праздничных мероприятий. Впрочем, в сердцах их матерей эти парни живыми останутся навсегда. Еще одно событие этого дня в Житковичах – открытие грибной базы. В прошлом году по инициативе областного спортклуба и при поддержке Федерации профсоюза в Беларуси в местной детской юношеской спортивной школе открыли отделение по гребле на байдарках Каноэ. Потом было выделение участка для строительства базы и сбор средств для реализации запланированного. Для жителей Белорусского Полесья гребля на байдарках и Каноэ – действительно национальный вид спорта. Уровень зависит от количества людей, скажем так, и от специалистов, которые работают с этим. Ну и плюс то, что, наверное, генетически все-таки заложено на Полесье сторона болот и, скажем, рек. Поэтому все-таки белорусы склонны к этому виду спорта. В открытии базы в Житковичах приняла участие национальная команда по гребле на байдарках и Каноэ во главе с ее главным тренером. Сегодня в Беларуси создана эффективная система подготовки спортсменов самого высокого уровня. И совсем не исключено, что скоро в списках чемпионов появятся и фамилии молодых житковчан. По вынослим, по скоростно-силовым компонентам, они остаются в этом виде спорта. А дальше уже слагаемая успеха – психология, техническое исполнение, экономизация движений. Вот все это уже серьезная работа. А так, самое главное, вот их селекционный набор – это за лето, за сезон, за зимний период просмотреть определенную группу спортсменов, называется количество, и перспективных показать. В Петрикове подарком жителям ко дню независимости стала реконструированная автостанция. Сегодня город готовится к проведению областных дожинок 2019. И станция стала первым объектом социальной инфраструктуры, вновь введенным в эксплуатацию. Все работы за собственный счет выполнило открытое акционерное общество «Гомель-Обл-Автотранс». Общая сумма вложенных средств – 390 тысяч рублей. Кстати, Петриковская автостанция – единственная в стране, где реализуется уникальный проект. В рамках договора с Гомельским отделением Белорусской железной дороги здесь можно приобрести единый билет сразу на два вида транспорта. Вначале из Петрикова на автобусе по нему можно доехать до железнодорожной станции, а потом пересесть на поезд. Пассажиры говорят, что это очень удобно. Завтра от Муляровки, да, отправление поезда. А как мне добраться до Муляровки? Вы приходите в 4.30 на автостанцию, стоит автобус Петриков-Муляровка, отправление автобуса в 4.30. У водителя приобретаете билет, идете уже с нашим этим билетом прямо в поезд. То есть вот по этому билету я могу сесть в поезд, там вопросов не будет? Да, вопросов не будет, да. Главная задача, которая решалась в ходе реконструкции Петриковской автостанции – создание комфортных условий для пассажиров. Здесь впервые открыли кафе, а также подключили бесплатный беспроводной интернет. Справились за 4 месяца, включая отделку здания керамогранитом, установку декоративной ограды и нового навеса на перроне. Предусмотрели, кажется, все нюансы. Здесь учтены все условия для пассажиров с ограниченными возможностями. Здание полностью оборудовано системой видеонаблюдения и пожарной сигнализацией. Все современные условия здесь соблюдены. Олег Шенсюров, Ольга Коновалова, Евгений Макенко. Новости недели. Новости недели.